За 26 лет существования Брестского лицея номер один имени Александра Сергеевича Пушкина в его стенах зародилось множество традиций, которые передавались новым поколениям школьников. Одно из укрепившихся можно назвать обряд посвящений в лицеисты. Для каждого из учащихся учреждения это событие волнительно. Не наступая от традиций, девушки облачились в шикарные наряды пушкинской эпохи. Юноши в костюмах этой же романтической поры. Начали готовиться буквально еще даже в сентябре, в середине сентября. Этот праздник с каждым годом набирает все большее обороты, грандиозные масштабы, скажем так, приобретает. Известен многим в Бресте, в Брестской области, даже в Республике Беларусь. Перед торжественным вручением свидетельств уже по традиции театральная постановка. Главной роли искусно играют лицеисты. Программа мероприятий в этом году особенная. Все они посвящены 26-й годовщине со дня основания Брестского лицея номер один, а также 200-летию со дня окончания Пушкиным царско-сельского лицея. У нас очень много персонажей и 19 века, ибо мы все время обращаемся к этому веку как к нашему учителю. История царско-сельского лицея настолько красива, духовна, и просто из нее мы черпаем все, чтобы создать сегодня поколение ребят, уважающих историю и красоту культуры. Вручение билетов лицеиста стало кульминационным моментом праздника. Однако на этом череда мероприятий не закончилась. «Мой друг отчизне посвятим души прекрасные порывы». Такое название носила торжественная линейка, на которую собрались учащиеся учреждения образования. В этот день в лицее имени Пушкина царила особая атмосфера, и создали ее, конечно, ученики вместе со своими преподавателями. Не отступать от традиции таков девиз этого учреждения, а потому завершающим ярким аккордом празднования символичной даты стал лицейский Пушкинский бал. У нас очень много таких чудесных, сказочных мелочей, которые создают атмосферу этого дня. 19 октября ведь день международный, день лицея. Это очень славная дата на календаре каждого молодого человека, учащегося в лицее. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.